Привет! Ой, что-то я вижу. Ты что-то сегодня придуряешься с утра. Что это такое у тебя на голове? Не пойму. Тебе моя новая шляпка. А что это ты такое одеваешь? Здорово, да? Здорово? Ничего себе. Это новая мода в Европе. Батюшка. Ты берёшь кастрюлю. В Европе, похоже, при карантине. Ты берёшь кастрюлю, одеваешь её на себя, свою лучшую кастрюлю, да? И вот так выходишь на улицу. И все мужчины твои. Ничего себе. И самое интересное, если упадёт с неба какая-нибудь кипич, твоя голова спасена. Да, или какашка. Или какашка. Спокойно возьмёшь, отмоешь в фонтане, правильно? Не надо домой бежать волосы мыть. Конечно, слушай, двойной функционал. А если не захочешь ничего слышать, натянешь её поглубже, и ничего не слышишь, идёшь. Да, или возьмёшь просто под другую. Возьмёшь другую кастрюлю и натянешь её на себя, и всё. Слушай, как ты называешь, ну шутка шутками, но всё-таки покажи, что ты очень красивое ты надела. Покажи ещё, уже посерьёзного покажи, что это такое. Слушай, я хочу с тобой немножко похвастаться тебе. Я тут купила вчера кастрюльки. У нас 25 ноября, два года совместной жизни, да? Я Ове говорю, слушай, я и так хотела тебе подарок сделать. А вот я подумала, а зачем тебе именно подарок? Давай вот и ты любишь готовить, я люблю готовить. Я тут увидела скидку, да, вот на такие кастрюли. Всего в наборе 6 штук, да, от компании МФ. МФ, австрийская. Это нержавеющая сталь. Всего их 6 штучек. У пяти есть крышки. Вот у такого вот ковшика нет, да, крышки. Ну и не надо. Ковшик большой, хороший. Да, вот тоже можно на голову надеть, в принципе. О, кстати, классно. Покажи мне все немножечко. Приподними самую маленькую кастрюльку. Покажи самую маленькую. Ну вот, у меня маленькая здесь она находится. Они разные. Самая маленькая – это 1,4 литра. Вот смотри, какие красивые. Их можно даже в духовку. Меня еще крышки интересуют. Покажи, пожалуйста, как крышка выглядит. Крышки интересуют меня. Да, как выглядят крышки. Вот смотри. Смотри, какая красота. Ага, покажи крышку отдельно. Нет, стеклянная, не стеклянная. Отдельно крышку покажи. Смотри, здесь и стекло, и нержавеющая. Ага, дырочки есть? Так, дырочки. Классно. Ты, Зарь, сколько стоит? Я хочу такой же набор. Сколько стоит? Хочу такой же набор. Слушай, смотри, в отелях коробка, да? Ну, я не знаю, как в Россию. Можно просто почту отправить в DHL. Да, то есть, потому что нести в аэропорту эту коробку. Или сдавать как багаж. Это как отдельный багаж. Вон смотри, какая коробка. То есть, она очень тяжелая, да? Вот, в общем, обычно такой набор стоит 279 евро. Это где-то 27 тысяч рублей на наши деньги, да? Это 27 тысяч, не в сумме. Да, но я увидела, что сейчас к черной пятнице специальная цена 99 евро. То есть, ну, 9 тысяч рублей, по сути дела, да? Но это же на сколько лет, да? То есть, можно все кастрюли выкинуть и вот эти оставить. Вообще шикарно. 100 евро – это как бы ни о чем, я считаю, 100 евро – это нормальная цена. И это здорово. Это же вещь, которая покупается на всю жизнь, можно сказать, на всю жизнь. Если это качественная кастрюля, конечно, потому что вот остальные, которые у нас из алюминия, да, уловит, еще были, вот, все выкину нафиг, они очень же опасны для здоровья. Они вызывают рак. Зачем это нужно? Это очень важно. Ну, вот на чем ты готовишь, да? Я считаю, это очень важно. Будь здорова, моя сладкая. Будь здорова, моя сладкая девочка. В общем, я считаю, что практичный подарок для вашего совместной жизни. Я считаю, что очень практичный подарок, конечно. Я тоже люблю такие подарки. Тоже хочу похвалиться тебе своим подарком. Недавно, значит, нам подарили сковородку. Причем эту сковородку мы сами заказали. Мы тоже, значит, попросили, чтобы нам именно, что, конечно, уделило, кто нам дарил. А кто тебе подарил? Очень уделило. Кто вам подарил? А подарил нам, подарил наш сын Марат, подарил в качестве внука, подарил бабушке. Ну, они хотели сначала какие-то личные вещи, но я сказала, нам не надо личные вещи. Нам очень приятно каждый день готовить вот в хорошей посуде. Мы очень часто готовим мясо и большие гарниры тушим. Вот это вот нам понравилось, 28 сантиметров диаметр. Она большая, она действительно глубокая, вместительная. Ой, здорово. И она из какой-то керамики, то есть она не сгорает, не подгорает совершенно. Вот мы с тобой очень похожи, Тензочка. Я заметила, что мы любим подарки теперь уже практичные. Да, конечно, духи хорошо, конечно, там, может быть, какие-то наборы там красивые для женщин. Но в то же время, значит, поскольку мы проводим очень много времени сейчас дома, ты домохозяйка, я домохозяйка, конечно, приятно готовить хорошие посуды. Это тоже приносит какой-то кайф, какой-то комфорт. И мы, в общем-то, я считаю это хорошим подарком. Вот ты тоже на меня похожа в этом плане. Но я знаю, в чём ты не похожа. Ты, по-моему, что-то с горшками там не дружишь. Я так слышала, что ты там не любишь горшки с цветами. Ну да, в этом плане, конечно, я сто процентов с тобой согласна. Я считаю, что нужно дарить то, что человеку нужно. То есть вот он говорит, вот мне это нужно, значит, надо это дарить. Либо подарочная карта, либо деньги. Вот лучшего подарка нет. Не надо тратить мои деньги, я считаю. То есть хочешь подарить мне подарок, отправь мне денежку. Я что хочу, куплю или добавлю. И тебе отчитаюсь. Я считаю, что это дядя для меня. А насчёт горшков, да, ты права. Вот ты знаешь, и в то же время, да, Тензечка, и в то же время есть ещё мнение. Вот я знаю, среди моих родных бытует. Есть тоже, кстати, молодое поколение тоже, да. Вот подарок должен быть личного плана. Подарок должен быть сюрпризом. Ну, конечно, они тихонечко там пытаются узнать, что надо, через родственников там, через кого-то. Напрямую они не спрашивают. Но они любят делать подарок личного плана, ни в коем случае не хозяйственного плана. А именно, значит, конкретно человеку, конкретно, чтобы он это пользовался. Лично он, только а не вся семья. И получается, что секрет. Но я настолько не понимаю, как можно угадать, что мне надо. У нас настолько желания меняются, и очень трудно угадать, что мне надо. Сегодня мне одно надо, завтра мне другое надо. И никогда они не угонятся, что мне надо. Вот, поэтому лучше правильно ты сказала. Я тоже так же придерживаюсь. Либо очень такие практичные вещи, подарок. Причём спросить, что тебе надо. Либо, значит, правильно ты говоришь, денежку. Не надо покупать мой подарок, я куплю его сама. Тоже классно, конечно, классно сказано. Да. Олива, привет, Оливушка, привет. Привет, Оливушка. Кстати, я тебе ещё, знаешь, что хочу похвалиться. Я в прошлом году купила, весной уже тогда было солнышко, купила пуховик. Он у нас стоил 7 тысяч. Я его купила за 999 рублей. Практически 10 евро. Это за 10 евро я купила пуховик. Слушай, какие-то нереальные. Сейчас я тебе его покажу. У вас в Германии, у вас пуховики за 10 евро? За 10 евро пуховик это нереально. Он двухсторонний, двухсторонний. Вот такой длины, очень большой длины, как говорится, с капюшоном. Он, значит, на кнопочках, карманы. Вот он такой, да, он такой подбирается, двухцветие такое вот, понимаешь как. Он очень даже тёплый оказался. Я уже в этой зиму, я попыталась уже походить, и он хороший тёплый пуховичок. За 10 евро. Слушай, и с одной стороны, и с другой стороны отлично смотрится, да? Вообще классно смотрится, очень хорошо. Тем более, знаешь, мне что ещё понравилось? У нас в этом году, я не знаю, как у вас в Европе одеваются, у нас одеваются оверсайз и длинные пуховики в моде в этом году. Если я всегда носила короткие вещи, в этом году очень всё длинное в моде. Что верхняя одежда, что средняя одежда внутренняя, да? Вот, и этот пуховик как раз по моде. У него вот эти широкие плечи оверсайз, и у него очень длинная длина, тензочка. Что носят у вас в Европе сегодня? Какой фасон носят верхние одежды? Ты знаешь, я заметила, что молодёжь ходит в оверсайз таких, типа как рубашки от H&M, вот коричневая, такая коричневая клетка. Вот прям, знаешь, вчера, наверное, 10 девушек в одной и той же жилетке увидела. Не жилетки, а вдруг рубашка, куртка, да? Я не люблю, когда одеваются одинаково. Ну, то есть, ладно, окей, оверсайз, но чтобы ни одно и то же пальто было, да? Ну, вот вчера я конкретно увидела очень много молодых девчонок вот в этих клетчатых курточках, да? А так женщины в основном здесь одеваются в куртках, в основном в тёмные цвета, кто-то есть в светлые, но не в такие яркие, да? И вот я люблю иногда что-то яркое одеть в такого цвета. Меня интересует, тендечка длина, длина интересует, какие длина пальто чаще. У вас всё-таки потеплее, у нас сегодня минус 2 градуса. Сколько сегодня у вас? Так, у нас где-то плюс 10 будет сегодня, я так думаю. Сейчас прям точно тебе скажу. Сейчас 6 градусов. А, плюс 10, у вас вообще осень, у вас такая... Да, сейчас 6 градусов, но будет сегодня... У вас тёплый русло. Ой, какой кошмар! С 10 утра, то есть вот через полтора часа начнутся дожди, и прям до 3 часов. Кошмар. А я хотела погулять. Неприятненько, Оливка, неприятненько. Как мы с тобой пойдём гулять? Ну ладно, посмотрим, может неприятненько. Я знаю мамочек, которые гуляют даже под дождём. Одевают пуховички непромокаемые, а где ребёнок в коляске, и гуляют под дождём. У нас в Казани гуляют под дождём. Но вот неудобно же зонтик держать и коляску везти. Как вот? Одной рукой коляску везти, другой зонтик, что ли? Ну, две... Да, получается две руки, да. Ты знаешь, как я заметила, они как ходят. Если очень сильный дождь, возможно, они встают под навес, и ребёнок спит. Если слабенький дождь, они одевают такие вот с капюшоном какие-то, значит, непромокаемые курточки, и просто идут и свободными руками держат коляску. То есть зонтик там необязательный атрибутик абсолютно. Ну окей, посмотрим. Раньше можно было хотя бы в ресторан зайти. Посмотри, что у тебя есть в одежде? Что у тебя в одежде есть такое с капюшончиком? У меня есть, у меня есть. Но, ты знаешь, вот я бы пошла, но... Вот раньше бы, что бы я сделала, да? Вот мы гуляем, например, с оливкой, дождик пошёл. Я бы что с удовольствием сделала? Зашла бы в ресторан покушать, да? То, что я люблю больше всего. Вот. А сейчас всё же закрыто. Поэтому куда встанешь? Какая сладкая девочка. Слядкая девочка требует прогулки. Мама, я требую прогулки. Сладкая девочка требует прогулки. Мама, придумай что-нибудь, чтобы меня выгулить сегодня. Да. Обязательно что-нибудь придумаем. А сегодня у вас всё на вынос, что ли, да? Всё на вынос у вас, да? То есть зайти в ресторан. Всё на вынос, посидеть в ресторане. У вас совсем скрытым было. Я тебя тоже хотела похвастаться своей обновкой, смотри, что я купила, я не знаю, на видео видно или нет, смотри, это такая жилетка, смотри, из меха кролика. Ох ты, вижу, вижу, да, вижу. Из меха кролика. Ага, вижу. Ну, естественно, это не следует. Ничего себе, какая модная. Да, это одеваешь с такой классикой. Мне очень нравятся жилетки из зайца, потому что они теплые и они тоненькие. То есть можно под пальто одеть, и ты не будешь выглядеть бочкой, то есть не увеличивает себя в размерах. И всегда, знаешь, даже на такой обычной платье оденешь такую жилетку, и уже шик. Вот у меня была такая жилетка светлого цвета, если ты помнишь. Помнишь в России? Я помню, помню. Я помню. Жилетку? Я помню в России, помню, да, в Казани. Вот ту жилетку мне покупала мама еще лет 10 назад в Германии. Так вот, я искала такую же жилетку, потому что та уж, она у меня здесь, но она такая уже старенькая, да? Ну, то есть за 10 лет, естественно, причем я очень часто ее носила. Вот. И я искала такую жилетку, увидела в нашем Райшман. Райшман – это такой достаточно дорогой магазин, там супер бренды. И вот, ты знаешь, под 300 евро. Ну, думаю, нифига себе. И хочется и колется, да? Опять-таки 27 тысяч практически, да? 27 тысяч. Да, примерно так, да. Примерно. Чуть поменьше, может, 25, да? На рублей, если переводить. И хочется и колется, но, знаешь, у меня есть такой талант. Вот, чтобы мне не понравилось, я могу ту же самую вещь, да, тот же самый товар найти дешевле. И вот я начала искать. И на Амазоне, на немецком Амазоне нашла производителя. И вот, знаешь, это тот же самый кролик. Такой же фасон, только лейбл другой. Лейбл, ну, не такой прям навороченный. Но я уверена, тот навороченный лейбл просто купила у такого же какого-то производителя и свой лейбл поставила. Вот я купила за 56 евро. Сколько это в рублях? Это в рублях у нас получается 4 500. 4 тысячи с половиной. 4 тысячи с половиной. Это для такой меховой, для такого натуральной вещи, для меховой жилетки. И причем такая вот она очень модная вещь, как бы она, ну, такая очень практичная, кстати. Она очень сильно будет выручать тебя в любую погоду. Это супер, конечно, супер. Это очень недорого эта вещь, очень. Даже синтетические вещи стоят 4 500, а это натуральные вещи. Я даже думаю, такую же свекрови купить. Вот когда мы поедем в Румынию, у нас с ней почти одинаковый размер. Ну, там разные размеры есть, и на тебя тоже есть. Приедешь сюда, мы просто до твоего приезда закажем. Придет, ты померишь, если все окей, оставим. Здорово. Обожаю жилетки тоже, обожаю. У меня две жилетки у самой есть, но они стегонкие. А вот такой меховушки у меня еще не было, кстати. У меня есть шубки-меховушки. А вот жилетку реально я никогда не покупала. Это было бы здорово, да. Мне кажется, тебе подойдет. Кстати, очень стильно смотрится, очень стильно. Я думаю, что да, я думаю, что да, это очень стильная вещь, кстати. Есть разные цвета. Шикарно тебе очень идет, шикарная вещь. Что сказал я видео на твою покупку? Слушай, ну он же, знаешь, раньше очень боялся, что я слишком много денег потрачу, да? А сейчас он просто удивляется, как я нахожу... Я, допустим, про жилетку ему сказал, он не поверил, что 300 евро, да? Жилетки такие. Я повела ему, его показала. Я говорю, смотри, такая же жилетка. Вот посмотри, вот я же дома тебе показывала. Он говорит, да, действительно. Потом я ему про эти кастрюли сказала. Он говорит, да зачем нам сейчас 100 евро тратить? Я говорю, давай я тебе просто покажу, сколько нормальная цена. То есть качество, какая нормальная цена. А я же знаю, он любит такие кухонные принадлежности, да? Я ему показала. И он говорит, ну, неужели это 99 евро, это 6 кастрюль? Нет, это одна кастрюля. Я говорю, нет. Я говорю, смотри, 6 кастрюль. Молодец, молодец. Очень хорошо ты показала ему пример. Сейчас он даже, знаешь, не контролирует. Здорово, здорово. Передай, кстати, передай Оле, что я в восторге от вашего, от вашего, значит, подарка, взаимного такого совместного. Передай, что производство Австрии это вообще супер. Скажи, что Рыля восхищена и что у них все Китай, а что у вас Европа, это уже круто, европейские кастрюли. У нас китайские в основном. А почему ты российскими кастрюлями не пользуешься? По таким ценам. Почему ты российскими не пользуешься кастрюлями? Или нет хороших? Ну, может быть, ты знаешь, я, может быть, не часто хожу и смотрю новинки все. Может быть, Россия сейчас тоже научилась делать. Но у нас у России в основном эмалированные вещи развиты, эмалированные кастрюли. А вот такие вот нержавейки такие, вот они, конечно, по-моему, у нас еще не развиты. Это же надо перестраивать производство, использовать какие-то материалы. В основном все сделано в Китае, в основном. Я вот так поняла, что все, что такое в Европу, все сделано в Китае у нас. Есть, конечно, дорогие бренды. У нас тоже есть бренды дорогие, но они дорогие, не по карману. Я не стала их покупать. Я купила, конечно, китайские варианты. Уже много-много лет тоже пользуюсь им. Вот сейчас покажу. У меня тоже вот такая кастрюлька, значит, я сейчас, если видно. Да, да, видно. Вот такие кастрюльки тоже я купила когда-то набор. Тоже шесть штук, тоже с крышечками. Тоже разных литражи разные, маленькие для каши. Там большие, самая большая шестилитровка обычно. Шесть литров для супа, для большой семьи. Вот, или для холодца, допустим, кто холодец варит. А так, ну, я как бы пользуюсь, они меня не разочаровали, эти кастрюли. Но все-таки меня немножко смущает. Может быть, нам пора привыкнуть вообще к слову «сделано в Китае». Может быть, в Китае это не есть плохо, это, может быть, и хорошо. Но когда все-таки я слышу, что сделано в Европе, неважно где, Польша, там, допустим, Сербия, там, вот, техника бывает, да, польская техника, итальянская сборка, там, еще что-то. Мне больше это импонирует почему-то. Вот сборка когда или производство все-таки за границей. То есть, вот, не китайское производство. Ну, вот такое отношение у нас на сегодня к Китаю. А ты не помнишь, сколько ты за своих... Хотя я не... За свои шесть кастрюлек сколько ты заплатила за набор? Ты не помнишь? Ты знаешь, если опять-таки сказать, перевести это в евро, чтобы тебе было больше понятно. А у меня в рублях это, наверное, стоило. Но это было очень давно куплено, очень давно. Естественно, цены уже не такие, как сегодня, да, не такие. Но я думаю, что на сегодня такой набор, на наши деньги, будет стоить, ну, может быть, две с половиной тысячи, три тысячи рублей. Это получается где-то, наверное, 30 евро, 30 евро. А может быть, даже 20 евро, может быть, даже 20 евро. То, что ты купила 56 евро, и причем куплено... 99. Очень прекрасные качества, я увидела, я оценила. 99 евро. А, 99 евро, да-да. Ну, ты понимаешь, вот для меня почему-то 99 евро, вообще 100 евро звучит почему-то... Я не знаю, как для вас это звучит. Для меня 100 евро 100 рублей. Ну, почему-то очень дешево звучит 100 евро. Хотя, может быть, для вас это не дешево 100 евро. Я вот не знаю ваше восприятие 100 евро. Как? Ну, для меня, вот когда этот набор стоил 279 евро, я на него тоже смотрела. Для меня вот это было дорого, да, для этого набора. Ну, то есть, я понимала качество, ну, жалко было отдавать такие деньги. А вот 100 евро, я увидела 99 евро, все, я думаю, супер цена. Да, да, на меня бы тоже так же подействовало. Точно так же. У тебя демпинг идет, демпинг цен. Это вообще здорово. Это в три раза практически цена снижена. Я считаю, за очень прекрасный набор, я оценила твой набор, он шикарный набор, однозначно. И я думаю, что вы будете теперь готовить, у вас на вашей кухне будет очень красиво. Да. Именно шулайк, как у нас говорят в Казани. Я прошу. Моя дорогая подружка, у меня пришло время сделать маску. Я сейчас пойду делать маску, немножко ухаживать за лицом. Тебе, наверное, тоже надо что-то сделать. Мы сегодня прощаемся, пока на сегодня. Но я жду твоего звонка всегда, всегда рада. Как только малая секундочка времени, звони. Я всегда на поводе. Хорошо, моя девочка. Целую тебя. Люблю. Хорошего дня.